всем привет из солнечного неаполя сегодня с вами я татьяна блогер и веду я свой репортаж не из неаполя а из ботанического сада пригорода поселка портичей этот ботанический сад закрыт для посетителей но в скором времени он откроется и я с удовольствием покажу его потом во всей красе здесь есть животные и даже живые фазаны которых я иногда когда-то видела вот сегодня я хочу рассказать о том на какие условия проживания может рассчитывать женщина которая приезжает сюда работать боданты и когда она допустим лишается работы как она может найти жилье сколько это жилье будет стоить где она находится и даже показать скажем явочные такие адреса в неаполе конечно же афишировать я не буду эти адреса но если вы напишите мне те кому это нужно я обязательно поделюсь с вами этими адресами потому что я понимаю что это ну необходимость особенно для тех которые сюда приехали хотя многие женщины живут так годами так вот маленькая предыстория раз как попала я в такой скажем а такое место жителя я уже ездить начала в неаполь и с первого своего места работы это была весна и я скажу вам так загулялась до поздна по неаполю до поздна ну где-то часов наверно до 6 в центре неаполя по виду по вето ледо откуда я часто делала свои снимки и вот засмотревшись на толпу я прозевала свой поезд но я была не одна я была в компании подруги и подруга мне любезно предложила переночевать у нее там где она проживала в такой одной из таких квартир за пять евро я согласилась конечно же условиями проживания я была мало сказать шокирована вот но все по порядку сейчас я вам расскажу стоять вы знаете на ногах и танцевать решила пройти сесть на лавочку и заодно смотрите какой здесь есть фонтанчик и покажу как здесь красиво вот на меня хорошо светит солнышко я в очках надеюсь не расплавлюсь расскажу вам дальше так вот такие обычно квартиры находятся возле площади гарибальди в неаполе их на самом деле большое множество и в основном этим бизнесом занимаются те люди которые здесь давно находятся женщины которые здесь больше 20 лет у которых скажем так большая база своих знакомых через которых они ищут женщин которые имеют постоянных клиентов которые к ним приходят проживают скажем работают просто днем но проживает снимает койко место и сказала это один из видов такого заработка как вот наши продают допустим работы точно также и продают койко-места в основном это стоит от 5 евро и немножко больше какие же условия проживания вы снимаете только койко место то есть это кровать вам выдают белье набор белья скажем полотенце для лица в лучшем случае скажем так одно единственное и одеяло если это холодно какое то есть место для того чтобы вы могли положить свои вещи допустим разложить типа скажем шкафчика да или тумбочки вот и пожалуй вот и все таких допустим койко мест ну в комнате в маленькой может быть 4 5 если я слышала допустим когда грузинки для своих женщин делают такое жилье в съем или в наем как это правильно называется то они вообще устанавливают двухъярусные кровати для того чтобы скажем больше людей поместилось на проживаемой площади и удешевить скажем так своим односельчанам оплату за эту квартиру что касается за оплату квартир таких то я уже озвучила что в сутки стоит 5 евро если вы допустим снимаете жилье помесячно то это оплата будет колебаться от 120 евро в некоторых квартирах и вот слышала я что у грузинок вообще 80 евро стоит что касается питания в неаполе я сниму скоро фильм скажем такого социального направления где находятся каритасы где люди бесплатно принимают душ где они могут когда я попала в первый раз в эту квартиру то то я заплатила 5 евро за ночь мне выдали постельное белье конечно то что вид меня поразил этого жилья это соответственно да во первых это бы как но это скажу вам такое полуподвальное помещение которое она скажем так не предназначить не предназначена для нормального жилья но в неаполе его используют именно для жилья как чем отличалась эта квартира эта квартира была сухая а мне было сырости как во многих домах неаполя и как уже страсти мне мордасти такие рассказывали девочки с которыми я там познакомила что бывают такие квартиры вообще с этими бегающими паразитами клопами да вот этими которые кровь пьют а вот в этой квартире скажем так эта квартира была чистая в этом смысле истерильная значит в квартире было раз два четыре комнаты в одной из них жила хозяйка и тоже впоследствии сдавала койко место на тот момент когда я с ним познакомилась с этой хозяйкой там проживала девочка которая скажем ее одна сельчанка была и давно снимала у нее жилье и она работала на день вот скажем из этой квартиры я узнала что бывают работы на день бывают работы бэби ситтерами бывают работы по выгулу собак и вот скажем такие самые распространенные работы на которых работают наши женщины до этого я знала что только бывает работа на день и ночь и значит что касается мебели которая находится в этих квартирах чтобы вы понимали когда таки организовывались квартиры то в неаполе очень часто возле мусорных баков можно найти совсем неплохое умение мебель и вы знаете почему потому что чтобы избавиться от старой мебели в неаполе можно несколькими способами допустим ее можно кому-то отдать но за перевозку тот кто будет забирать тоже должен заплатить деньги или вызвать компанию которая эту мебель приедет и заберет скажем да она для вас будет бесплатно но компании это которая вывозит она тоже будет стоить денег если же компания скажет что вам нужно эту мебель вообще разобрать да допустим большой шкаф там по частям вы должны будете это сделать и уже в упакованном состоянии оставить ее под определенным номером там или под именем в общем-то как это правильно делается ну вам расскажут так вот чтобы не заморачиваться по этому поводу многие люди берут просто на свалку и выносят свою старую мебель диваны матрасы тумбочки в общем-то все утварь которая вот скажем не пригодна в доме решили обновить что-то пошли все это выбросили габузом так скажем так вот наши женщины давно давно приспособились к тому чтобы эту мебель собрать и скажем бесплатно установить у себя в таких съемных домах ну я уж подробности не знаю как они обрабатывают не обрабатывают эту мебель да но вот таким образом они меблируют себе эти комнаты и точно также постель которую вы там найдете точно также она скорее всего от итальянцев которые отдали ее и там и подушки и все 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 что полагается другое дело что все это конечно же стирается теми людьми которые там проживают вот кроме того что вы платите допустим за квартиру 5 евро если вы уже проживаете постоянно в этом жилье то вы можете там еще купить допустим какое-то моющее средство для общего пользования а вот в квартирах от тех когда постоянно люди живут устанавливается график и по очереди все убираются в этих комнатах вот такой скажем установленный порядок для того что всем было классно для того чтобы сделать фильм о Питере старшим но неожиданно в первых залах которые раньше выставлялись уникальные полотна это была 6 комната закрытая практически всегда на ключ сейчас сотрудники музея руководство используют ее для того чтобы выставлять кое-что из запасников музея и вот меня ждало потрясение работа франческо яковачи должна вам сказать что я не знакома с работами этого художника но уже по технике сразу чувствуются последователи караваджо как правило такого плана снимают побольше да с большим количеством комнат для того чтобы побольше людей можно было но сразу запустить и конечно же в той квартиру комнате в квартире куда я первый раз попала там было всего лишь один ванн одна ванная комната на скажу вам честно 12 или 13 человек проживающих а вот другие допустим квартиры как которые я уже видела там были немножко другие условия потому что там же было допустим на такое же количество людей уже два туалета и эти были комнаты скажем не в подвальном помещении а нормальном допустим 3 4 этаж но без лифта как как там уже кому как повезет но все они находятся в основном в на площади карибальди своими личными вещами конечно же никто следить там не будет кроме вас поэтому насчет документов паспортов денег вот здесь конечно же пи пи пробел пробел потому что существует между нашими людьми такие отношения и и которые относятся к воровству и в общем-то порчи скажем ваших вещей это конечно же такое есть здесь от этого уже никто не застрахован поэтому многие я вам скажу делают так имея знакомых кого-то в италии да но проживая допустим на таких квартирах они документы хранят у этих людей или у знакомых итальянцев скажем так почему я именно делаю ударение на тех людей которые вот вновь приезжают и которые которым вот необходимо допустим именно необходимо эти квартиры по воле случая скажем на этих квартирах из-за скопления людей можно найти легко работу ну допустим те которые там уже находятся они там по многу лет они возвращаются и начинают перебирать работами да кто-то там лежачие неходячие еще какой-то в общем-то условия проживания не подходит но люди которые вновь приехали им то все равно потому что им главное ухватиться за какую-нибудь работу хоть какие-нибудь знакомства завести поэтому вот эти квартиры идеально подходят для поиска работы все кто приезжают такие новички я бы конечно им рекомендовала потому что это уже проверенный стопроцентный вариант как если вы даже поживете там на этих в этих в этих местах и будете как-нибудь самостоятельно еще там в точках где ищут обычно работу а это и наши магазины а это и парковые зоны места встреч наших до соотечественниц то за период до месяца конечно найти работу вполне ре а но другой вопрос сейчас допустим с условием карантина я вот слышу что итальянцы ищут претенденток и на работу на день и ночь но из-за того что поток женщин приостановлен из наших стран найти очень тяжело потому что те кто уже работают практически работают те кто не работают они приехать не могут поэтому вот такие вот условия если есть какие-то вопросы и интересно допустим что-то по конкретной тематике пожалуйста пишите в комментариях возможно что-то я упустила что-то не вспомнила я обязательно отвечу на ваши комментарии и обязательно поделюсь с теми номерами квартир которые у меня есть даже можете сказать от кого вы от меня потому что девочки эти все меня скажем знают и я в них когда-то тоже жила и репутация у меня какая-то есть подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на канал моей подруги гида по южной италии смотрите ее видео 100 пишите комментарии спасибо за то что сегодня смотрели меня спасибо за то что комментируете меня всегда за любые комментарии спасибо вообще за то что вы есть сегодня с вами была я татьяна татьяна блогер из неаполя до новых встреч пока пока